Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. 1 июля стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Что должны выявить ее результаты и как в целом складывается ситуация в сельском хозяйстве Самарской губернии. Об этом говорим сегодня и в нашей студии первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов. Здравствуйте, Роман Владимирович! Добрый день, Татьяна! Добрый день, уважаемые телезрители! Ну, мы уже сказали, что Всероссийская сельскохозяйственная перепись стартовала. Скажите, какие ее цели, кто в ней примет участие, как она будет организована и, впрочем, когда будут подведены итоги и каких итогов вы ждете лично вы? Здесь я могу сказать о том, что, во-первых, в соответствии с действующим законодательством Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходит один раз в 10 лет. И после 2006 года, пришел 2016, нужно проводить Всероссийскую сельскохозяйственную перепись. Подготовка к данному мероприятию, это очень масштабная работа, она началась вообще два года назад. Разрабатывали анкеты, определяли список респондентов, кого опрашивать, готовили для каждого респондента свои опросные листы. То есть у нас, по сути дела, участвуют три основных категории сельхозтоваропроизводителей. Это сельхозорганизации, к которым переписчики не приходят, а которые в электронном виде отправляют заполненные опросные листы, раз. Крестьянские и фермерские хозяйства, два. К ним может прийти переписчик, они могут отправить информацию в электронном виде. В Самаростат, Самарский комитет статистики. И третья группа, это личные подсобные хозяйства, садоводческие объединения граждан. Туда пойдут переписчики. То есть горожане никаким образом не участвуют в переписи? Не все горожане. То есть у нас с вами есть в области, в городских округах Самарской области, 25 тысяч домохозяйств, которые занимаются производством сельхозпродукции. К ним придут. Не ко всем, но придут. Спрашивать, как у них обстоят дела. Ну и если говорить о цели переписи, вот сегодня наша страна переживает непростой этап. Мы находимся в стадии санкционного противостояния с нашими геополитическими оппонентами. И в качестве контрсанкций было, наверное, самым действенным таким шагом введение эмбарго на ввоз продовольственных товаров. Поэтому основная цель этой переписи – понять, насколько мы справляемся с проблемой обеспечения продовольственной безопасности. Насколько активно у нас развиваются проекты импортозамещения. И какую роль играют в этих процессах субъекты малого сельского предпринимательства. Фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. По вашему ощущению, уже есть какой-то сдвиг? Вот это вот, как говорят, нет хода без добра. Уже вот кто-то подтянулся, начал более активно работать. Если мы сейчас говорим о санкциях, а не о переписи, то, конечно, мы положительные сдвиги отмечаем. То, что, во-первых, сельскохозяйственное производство начало демонстрировать устойчивую положительную рентабельность. То есть у нас сельхозтоваропроизводители получают прибыль достаточно неплохую. То есть за прошлый год у нас финансовый результат наших сельхозтоваропроизводителей положительных превысил 7 миллиардов рублей. Прибыль – это рекорд, историческое достижение. Такого у нас не было никогда. У нас прибыльными являются 93% сельхозтоваропроизводителей. Не все могут работать даже в этих условиях, когда есть очень хорошая господдержка, когда благоприятная конъюнктура рынка. У нас наблюдается развитие отдельных отраслей сельскохозяйственного производства и приток туда инвестиций. Мы сейчас говорим о животноводческой отрасли. Мы сейчас говорим о таких сферах, как производство зерна подсолнечника. То есть мы там видим хороший-хороший рост, хороший рост материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей, рост технологического уровня производства. Ну и к нам постоянно обращаются инвесторы со своими предложениями разместить на территории Самарской области вот наше конкурентное преимущество – то, что у нас высокий платежеспособный спрос населения. И поэтому мы как магнит притягиваем к себе поставщиков товаров, в том числе и из других регионов. Нам хотелось бы, чтобы эту нишу и губернатор Самарской области Николай Иванович Мелькушкин ставит задачу, чтобы эту нишу заняли прежде всего собственные производители. Поэтому будем их поддерживать. Я могу сказать, что мы в первом полугодии текущего года демонстрируем достаточно хороший прирост по объемам производства мяса и молока в фермерских хозяйствах. Надеюсь, у нас эти тенденции сохранятся. И в конце года мы выполним те показатели, которые нам довел Минсельхоз Российской Федерации. Получим на обеспечение этой работы хорошую финансовую поддержку со стороны федерального Минсельхоза. Вот на текущую дату у нас уже есть 2 миллиарда рублей средств федерального бюджета для того, чтобы мы их довели до сельхозтоваропроизводителей и позволили им более ускоренно реализовывать проекты импортозамещения. Доведение средств на сегодня у нас составляет 1 миллиард 350 миллионов. То есть работаем, средства поступают. Со стороны сельхозтоваропроизводителей есть дополнительные заявки. Я вот только сегодня ночью из Москвы прилетел. Но эти вопросы решаем как-то в рамках своих возможностей, своих компетенций. Вот сейчас такая тенденция, что крупные торговые сети вымещают мелких частников, товаропроизводителей и вообще. В сельском хозяйстве есть подобная такая тенденция или нет? Когда аграрные кластеры, большие хозяйства вымещают, не дают развиваться мелким частным хозяйствам, фермерам и так далее. Вы знаете, конечно, сельское хозяйство традиционно было многоукладной сферой, где соседствовали между собой и крупные формы, и мелкие формы производства и реализации сельхозпродукции. Весь вопрос, какой формат реализации продукции, какие каналы сбыта выбирает конкретный сельхозтоваропроизводитель. Если посмотреть на ритейл, на розничный рынок, однозначно наблюдается рост удельного веса сетевой торговли. Все больше и больше людей, мы с вами потребители, мы не хотим ходить по рынку, мы хотим идти в магазин и купить один раз все. Поэтому наша задача предложить жителям Самарской области выбор, чтобы каждый мог выбрать то, что он хочет. Хочешь в сеть? Пожалуйста. Но там будет продукция крупных холдингов, стандартизированные и так далее. То есть она будет проходить самый жесткий контроль, но вот опять же это массовое производство, это массовые технологии и так далее. По-другому в современном мире и в современном конкурентном рынке просто не выживешь. Если хочет горожанин приобрести продукцию, которую произвел фермер или владелец личного подворья, наша задача организовать рыночную торговлю, организовать ярмарочную торговлю. Вот мы это активно делаем с администрациями городских округов. У нас сегодня шесть постоянно действующих площадок в городе. Пожалуйста, приходите, выбирайте домашний сыр, молоко из-под буренки. Там, условно говоря, морковку, лук, картошку, все, что хотите. Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый горожанин для себя мог решить, вот это мне нравится, вот я буду закупать это там. Да, понятно. Ну, по возможности еще по финансам. Конечно. Потому что понятно, что там будет дороже. Вот вы сказали, сыр, это самая такая была болезненная точка, да, вот когда появились санкции. У нас в Самарской области появились сыроделы свои или нет? Потому что смотришь, вот где-то в каких-то областях со своей продукции выходят уже. У нас традиционно производством сыра занимался Кошкинский маслосырзавод. Сегодня собственником его является группа компании «Алев». И когда мы посещали этот объект в феврале месяце, они приступили к активной стадии реализации проекта реконструкции технического перевооружения данного направления деятельности. Поэтому закуплено новое оборудование, установлены новые ванны для производства сыра, для его созревания и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому интерес к этой сфере вот из крупных производителей проявили прежде всего Кошкинский. Если говорить о небольших фермерских хозяйствах, я могу сказать, что у нас сегодня, ну, мне, по крайней мере, не реклама. Известно десяток производителей, которые занимаются производством сыра в масштабах примерно, ну, от 100 килограммов в день. Вот, то есть это уже явно не только для своего стола, но и на рынок. Они закупают молоко у сельских жителей, у небольших фермеров, перерабатывают его, сертифицируют и продают, используя различные формы торговли, в том числе интернет-торговлю. Пожалуйста, домашний сыр. То есть у них уже сформирована своя клиентура, и в определенный момент времени вам привезут именно тот сорт сыра, который вы заказали. А вот у меня мама недавно была на рынке, купила тольяттинский сыр. Но сказала, что он дорогой. Вот как так получается, что вроде бы рядом и производство налажено? Вы знаете, если выдерживать технологию, то на производство одного килограмма сыра нужно потратить 16 килограммов молока по технологии. Если по ГОСТу, вот, чтобы совпадали. У нас сегодня средняя закупочная цена молока составляет по области, ну, будем считать, 18-20 рублей. Для простоты расчета 20. 16 умножаем на 20, 320 рублей только сырье. Еще оборудование, персонал, коммуналка и так далее, так далее, так далее. Качественный товар дешевым быть не может. Понятно. Иначе это что-то не то. Если вернуться все-таки к переписи, какие основные важные показатели существуют именно вот в переписи? Что мы увидим? Каковы будут итоги? Вот на что? Ну, на самом деле у нас три основных момента, которые мы хотим понять для себя в процессе проведения сельскохозяйственной переписи. Первое – это масштабы сельскохозяйственного производства, поголовье животных, наличие сельскохозяйственной техники, численность работников, в том числе наемных, которые привлекаются, то есть площадь земельных участков, которые обрабатывают респонденты и так далее, так далее, так далее. То есть мы должны уточнить количественные параметры сельскохозяйственного производства в Самарской области. Задача номер один. Задача номер два – посмотреть производственные показатели. Сколько производится мяса, молока, картофеля, овощей, фруктов, ягод и так далее, так далее, так далее. Понятно, что вот у нас работает 676 переписчиков. Они не смогут обойти каждого. 265 тысяч личных подсобных хозяйств – это только в сельской местности. 25 тысяч домохозяйств, которые занимаются производством сельхозпродукции в городской. Поэтому уже у нас составлены маршрутные карты совместно с Самарстатом. Обходим конкретных лиц и потом распространяем полученные результаты на всю выморку. То есть, ну, допустим, беседуем с директором садоводческого товарищества. И директор садоводческого товарищества может рассказать за всех переписчиков. Вот. Это второй блок, то есть объемы производства. И третий блок – это финансовое состояние. То есть, реализуется ли продукция на рынок, или она только используется для собственного потребления. Какой доход, примерно, получает владелец личного подсобного хозяйства, фермер, сельхозорганизация от реализации этой продукции. Производить продукцию ему прибыльно или неприбыльно. Какие технологии производства используют. Вот. Это основные вопросы переписи. Да. Но мы живем не только в сложное экономическое сегодня время, но и время таких перемен, когда вот все как-то глобально меняется. Происходят процессы урбанизации. И вот на сегодняшний день такая статистика, что 70% населения в России живет в городах, а 30% в селах, в сельской местности. Вот такое соотношение. Это не проблемно, это нормально. Вот сможет ли 30% обеспечить все, и себя, и горожан в том числе. Вы знаете, если говорить о проблемах, и неоднократно на самом высоком государственном уровне поднимался этот вопрос, то наша проблема не столько в том, как расположено население у нас, как оно локализовано в городе или в селе. Проблема-то у нас заключается в том, что у нас очень низкая производительность труда. Вот, допустим, взять достаточно знакомую во всех сферах экономики. У нас производство автомобилей на одного работника автомобильной промышленности, наверное, самое низкое в Европе. У нас в сельском хозяйстве есть очень много проблем. Вот простой пример приведу. Сейчас это тоже официальная статистика. Страна, которая мне достаточно хорошо знакома, Германия. 2% занятых в сельском хозяйстве кормят всю Германию, и плюс еще производят огромное количество продукции на экспорт. Вот к чему мы стремимся. А если мы говорим, что у нас в сельском хозяйстве и в сельской местности проживает 30% населения, а мы до 2014 года ввозили на 40 миллиардов долларов продовольствия, мы не могли его сами произвести, то проблема-то вот она. Не в том, что у нас там как-то в город, село и так далее. То, что у нас объемы производства на одного работника в сельском хозяйстве очень серьезно уступают другим странам. И здесь дело, конечно, и экономического сопровождения развития сельскохозяйственного производства. В последние годы очень много сделано для этого. И государственная программа развития сельского хозяйства работает. И у нас в Самарской области сегодня действует 4 государственных и 3 ведомственных программы. Поэтому, в принципе, нет такой сферы деятельности. Но 72 вида господдержки сельским хозяйством Самарской области. Получается тогда, что вот эффект небольшой. Если столько видов поддержки, а производительности все равно несколько. Вы знаете, опять же, с чем сравнивать? Если сравнивать с советским временем, может быть, мы не достигли тех показателей, которые были в середине 80-х, в начале 90-х годов. Но, с другой стороны, вспомните наполнение прилавков тогда и наполнение прилавков сейчас. Куда это все уходило? Когда Самарская область там производила под 4 миллиона тонн зерна, и когда у нас было поголовье коров, там, под миллион голов, но молока было не найти. Вот как-то несостыковочка. Вот. Сегодня наши сельхозтоваропроизводители в условиях эмбарго проблем со сбытом в основном не имеют. То есть, конечно, у всех есть определенные сложности, но они связаны прежде всего с ценовой политикой. Как любому из нас, если ты что-то продаешь, всегда кажется, что тебе дали низкую цену. Хотя, может быть, она и рыночная, и вполне соответствует. Но, допустим, те наши отрасли, которые ориентированы на экспорт, а я сейчас говорю о производителях зерна и подсолнечника, они очень довольны рыночной конъюнктурой, потому что, допустим, вот возьмем пшеницу третьего класса, продовольственную, из которой делают муку. Как она стоила на Чикагской зерновой бирже 300 долларов 5 лет назад, так она и стоит сейчас 300 долларов. Но 300 долларов назад, 5 лет назад по курсу это было 9 тысяч рублей, а 300 долларов сегодня это 21 тысяча рублей. И, соответственно, доходы наших зерновиков и тех предпринимателей, которые осуществляют экспорт зерна, они очень серьезно выросли. Поэтому интерес к этой сфере есть большой. Но в целом я, опять же, могу сказать, что работа в сельском хозяйстве никогда простой не была. И Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, используя помощь и ресурсы наших коллег по правительству, постоянно находим новые меры господдержки для наших сельхозтоваропроизводителей, стараемся решать их вопрос. Допустим, один наш новый проект, который, мы надеемся, в ближайшее время у нас выйдет на проектную мощность, это строительство оптово-распределительного центра. Как раз чтобы обеспечить малым формам хозяйствования гарантированный сбыт своей продукции, чтобы можно было привезти в одно место излишки продукции, там ее по достойным ценам реализовать, а этот оптово-распределительный центр сформирует крупные товарные партии и с этими товарными партиями выйдет в сеть. Но место еще строительства не определено, это только проект, да? Ну, практически уже все готово. Да? Все готово, да. Ну, это хорошо. Это город Самары. А. Потому что строить такой объект вдалеке от рынков сбыта бессмысленно. Нужно максимально его приблизить к потребителю. Гораздо проще и гораздо выгоднее обеспечить доставку сюда сырья, здесь переработку и выпуск продукции непосредственно в торговые сети. Да, интересный проект. Вот в последнее время тоже слышишь, особенно вот что из крупных очень городов уезжают люди, уставшие вот от такой жизни, очень насыщенные в сельскую местность. У нас есть такая тенденция или нет? И вот вообще вы как-то заинтересованы, чтобы люди уезжали из города, и там какие-то свои хозяйства, что-то вот организовывали. Вы знаете, мы заинтересованы в развитии сельскохозяйственного производства. Да, какую-то поддержку могут такие вот желающие заняться сельским? Давайте тогда сначала о тенденциях перемещения населения, да, о миграции, так называемой, потому что не что иное, это миграция, да. И в последнее время она у нас приобретает все большие масштабы по одной простой причине, что рыбы ищут где глубже, а человек где лучше. Народ едет из города в село только потому, что в городе он не может найти приложение своим силам, своим способностям. Мы не будем скрывать того, что... Но это не тысячи людей, да, не сотни. Ну, движение такое есть, да. Мы не будем скрывать, что сегодня наши промышленные предприятия зачастую испытывают определенные проблемы. Соответственно, уровень заработной платы снижается. Снижается уровень заработной платы, сокращаются работники. Нужно кормить свои семьи, нужно искать приложение в другом месте. Есть сельскохозяйственное производство. Я могу сказать, что у нас, наверное, три года назад дефицит составлял около 7 тысяч человек работников. Сегодня, да, который покрывался, не будем это скрывать, во многом за счет мигрантов и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня в эти сферы активно идут жители Самарской области. Это хорошо. Во-первых, потому что они ищут себе работу. Во-вторых, то, что они увеличивают объемы производства сельхозпродукции. Какие меры поддержки мы можем предложить для таких людей? Во-первых, у нас есть программа устойчивого развития сельских территорий. И там для работников, которые заняты в сельскохозяйственном производстве, которые работают в сельхозорганизациях у фермеров, мы можем предоставить субсидии на приобретение либо строительство жилья. Ставка этой субсидии, размер этой субсидии определяется количеством членов семьи. То есть чем больше семья, тем больше поддержка. У нас есть прецеденты, когда отдельные получатели и 3 миллиона получали, и больше. То есть на эти деньги можно в селе построить хороший дом с приусадебным участком и там жить. То есть вот по этому вопросу необходимо обращаться в администрации муниципальных районов Самарской области. Там есть специалисты, которые занимаются первичным приемом документов и говорят заявителю, что соответствует он этим условиям или не соответствует. Конечно, наша большая задача привлечь на село молодежь. Об этом постоянно говорит губернатор. Здесь у нас идет взаимодействие с нашими учебными заведениями и высшими учебными заведениями, и техникуми, колледжами, то есть уровень среднего профессионального образования и начального профессионального образования. У нас предусмотрены, во-первых, единовременные подъемные, выплаты единовременных подъемных для молодых специалистов, которые пошли работать на село. А сумма в каких? 69 тысяч. 70 тысяч рублей мы сегодня платим молодому человеку, парню, девушке, кто хочет работать в сельскохозяйственном производстве. Там есть определенные возрастные критерии и определенные критерии, которые регулируют момент обращения получателя субсидии после окончания вуза. То есть должно пройти не более трех лет. Если ты тыкнулся в одну сферу, в другую сферу, никак себя там не нашел, а потом пошел в сельское хозяйство, то вот для того, чтобы получить эти подъемные, нужно, чтобы прошло не более трех лет. А как же в сельском хозяйстве эту вакансию найти? Не факт, что ты тоже захочешь работать на селе, придешь, и там тебе распахнут все двери? Еще раз могу сказать о том, что министерство эту работу ведет на системной основе. У нас есть управление профессионального развития, и на сайте министерства, msah.sam.region.ru, есть информация о вакансиях на селе. А вообще, если в целом говорить... Пожалуйста, телефоны работодателей, условия, которые предлагают работодатели, и по зарплате, и по проживанию, то есть могут ли они предоставить какое-то наемное жилье, и так далее, и так далее, и так далее, то есть там все это указано. Второй момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это, конечно, администрация сельских районов. Как правило, человек уже знает, в какой район он приедет. В каждом районе в администрации есть управление сельскохозяйственного производства. Там есть реестр сельхозтоваропроизводителей, и эти сельхозтоваропроизводители постоянно везут нам заявки. То есть вот на многих наших мероприятиях, допустим, у нас традиционно в начале сентября проходит Поволжская агропромышленная выставка на территории поселка Усть-Кенельский. Я, пользуясь случаем, приглашаю всех принять в ней участие. Она будет у нас 8-9 сентября. Пожалуйста, приезжайте, закупайте продукцию нашего АПК. В рамках этой Поволжской агропромышленной выставки традиционно проводятся встречи между студентами Самарской государственной сельскохозяйственной академии и работодателями, где работодатели говорят, вот нам нужны такие-то специалисты, мы готовы для них предоставить вот такие-то условия. Ну и еще одна мера поддержки, я тоже о ней должен обязательно сказать, это выплата трехлетней стипендии тем, кто после окончания учебного заведения пошел работать на село. Ее размер составляет для выпускника с высшим образованием 11 тысяч в месяц и в течение трех лет, то есть 131 тысяча в год, умножаем на три года, 390 тысяч, то есть практически 400 тысяч от государства, это наряду с тем, что ты получаешь заработную плату еще и в хозяйстве. 6 тысяч для выпускника колледжа или техникума и 4 тысяч для выпускника профессионально-технического училища. А каких специалистов все-таки не хватает? Ну, чтобы мы знали. Работники животноводства, доярки, скотники, в растеневодстве, не хватает механизаторов, не хватает овощеводов. Но я опять же говорю, эта информация у нас вся доступна, и если у кого-то есть необходимость задать вопрос, пожалуйста, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области всегда эта информация есть, есть график приема, граждану руководству, приходите, обращайтесь, будем подбирать, исходя из каждой конкретной ситуации. Да, в общем, главное, чтобы была альтернатива, выбор. Главное, чтобы было желание, потому что очень многие, кто приходят заниматься сельским хозяйством, энтузиазм есть и так далее, и так далее, и так далее, но это тяжелый труд. Хотелось бы какие-то мифы развести, что сейчас вот кто-то бросит город уедет, а там тоже ведь не все просто. Еще в советское время говорили, если ты хочешь, чтобы у тебя не было отпуска, купи машину. Ну, ненадежно, они тогда будут ломались. Если ты хочешь, чтобы у тебя не было выходных, купи корову. То есть это постоянный тяжелый труд. И для того, чтобы даже поставить там, допустим, теплицу определенного размера, чтобы получать там овощи, реализовывать их, кормить себя, свою семью, вот у меня несколько одноклассников этим занимаются, что они сказали, мы не пойдем никуда работать, нам вот свое ближе, у нас лучше получается. Поэтому, опять же, труд очень тяжелый, и прежде чем принять такое ответственное решение, я бы все-таки рекомендовал посоветоваться с близкими, со знакомыми, съездить, посмотреть своими глазами. То есть у нас, допустим, есть такое учреждение бюджетное, как Самара-Арис, аграрная российская информационная система. Это организация, которая оказывает консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям. Они могут проконсультировать по любому вопросу, у них также есть сайт, можно найти их координаты в интернете. Они расположены на улице Менталургический, у них есть межрайонные подразделения в сельских районах. Пожалуйста, обратитесь к консультанту. Консультант вам, по крайней мере, расскажет, сколько нужно первоначальных затрат в той или иной сфере, сколько вам нужно будет текущих денег для того, чтобы оборотный капитал, чтобы поддерживать производство, для того, чтобы у вас все получилось. Но, опять же, я могу сказать, на одном энтузиазме, вот мне в жизни так сложилось, что у меня папа долгое время работал председателем колхоза, и я вот это все видел с вами. Какого? В Самарской области или нет? В Самарской области. В Самарской области, Кенельский район, колхоз «Путь коммунизму» Кенельского района. И дома было большое хозяйство, то есть у нас постоянно была корова, там несколько быков и так далее. Но это все лето сенокос, ведь я не курорт, не отдых. Вот, поэтому, опять же, к этому решению нужно подойти очень ответственно. Но, если у человека такое желание появилось, я еще раз могу сказать, что сегодня меры государственной поддержки, сегодня наши интеллектуальные консультативные ресурсы, Самарариса, Самарская сельхозакадемия, других наших научных учреждений, позволяют, в принципе, решить этот вопрос. Понятно. Ну, оказывается, вы обо всем знаете не понаслышке. И вот хотелось бы у вас уточнить, как вы видите перспективу. Вот говорят, деревня умирает, да? Вот мы все там переживаем, что все у нас и село, и деревня умирает. А вот как сельская местность в дальнейшем будет развиваться? И должна, на ваш взгляд? Вот какие перспективы? Вы знаете, вот после того, как наши сельхозтоваропроизводители получили 7 миллиардов прибыли в прошлом году, они задумались. И они поняли, что нужно как-то поддерживать жизнедеятельность на тех населенных пунктах, в которых они функционируют. И они начали строить жилье для своих специалистов, за свои деньги, для того, чтобы их удержать. То есть социальный блок должен развиваться? Социальный блок мы можем развивать только на условиях государственно-частного партнерства. Что-то делает государство, что-то делает местная власть, что-то делает непосредственно сельхозтоваропроизводитель. Сегодня, вы поймите, пожалуйста, рентабельность в сельском хозяйстве такова, что сельхозтоваропроизводители заинтересованы в закреплении высококвалифицированных кадров населения. Именно поэтому у нас сегодня реализуются программы жилищного строительства, когда, условно говоря, одна компания заложила целую улицу для своих работников и говорит, вот приедет молодой специалист, мы ему сразу дадим дом, как в советское время. Мы ему сразу дадим дом, лишь бы он здесь 10 лет отработал. Потому что за эти 10 лет он отработает и этот дом, и еще три таких. Потому что нужны сегодня молодые высококвалифицированные кадры. Сегодня появилась такая практика, как именные стипендии, когда за обучение конкретного специалиста платит предприятие, потому что ему нужен специалист конкретного профиля с конкретными знаниями, навыками и умениями, который в последующем будет работать в условиях этого хозяйства. И сегодня в рамках развития социальной сферы села мы по программе устойчивого развития сельских территорий строим и модернизируем водопроводы, газопроводы, осуществляем проекты комплексной компактной застройки сельских территорий. Два проекта у нас есть в муниципальном районе Сергьевский и в муниципальном районе Ховоростянский. То есть мы закладываем, по сути дела, поселения нового типа, но опять же под конкретные аграрные инвестпроекты на этой территории. Для того, чтобы жилье это не пустовало, а было заселено людьми и людьми, которые заняты в сельскохозяйственном производстве. В общем, общими усилиями социальную сферу на селе строить, удерживать, развиваться. Конечно. Здесь, опять же, я могу сказать, что, на мой взгляд, инструмент государственно-частного партнерства будет самым эффективным. Потому что только конкретный руководитель хозяйства может определить свой план по персоналу, сколько людей у него будет нужно дополнительно, сколько людей у него из действующих уйдут на пенсию, их нужно будет замещать и так далее. Ой, последний вопрос очень коротко. У нас есть лидер, район-лидер в сельском хозяйстве Самарской губернии. Я не хотел бы сейчас... Вы, может быть, выделять кого-то, но я хотел бы отметить вот несколько районов. Ну, во-первых, по масштабам сельскохозяйственного производства. По масштабам сельскохозяйственного производства я не могу не отметить в положительную сторону такие муниципальные районы, как Ставропольский, Кошкинский и Соклинский. То есть это основные и Кенельский. Это основные наши районы, которые производят больше всего молока. И лучше всего занимаются животноводством. И не могу не отметить муниципальные районы Шигонский и Алексеевский, которые у нас очень активно наращивают. То есть у них динамика очень хорошая. Они у нас из нижних позиций рейтинга поднимаются вверх. Вот молодцы. К сожалению, время вышло. Спасибо за то, что разъяснили, то, что происходит сегодня в сельском хозяйстве, за информацию. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова